У мене е мрия. Вы, наверное, тоже удивились, когда Наталья Королевская решила баллотироваться в президенты. Не осталось ни власти, ни оппозиции. Более того, все были шокированы, когда убежденная позиционерка... Вы держите сегодня Юлю в тюрьме, потому что вы боитесь, реально. Ни с того, ни с сего решила поработать в команде младореформаторов Януковича. Когда-нибудь мы исполним это, и не поверится самим. Придете в гости, и здесь вы мальчики, кабинеты, и от кого он достався. Ну, с кем не бывает. Для нас очень важно проконтролировать сегодня каждую социальную гривну. Должность министра социальной политики Королевская обняла обеими руками. И пока Наталья Юрьевна опекает кишчачьи магазины... Журналисты сбиваются со счета, вскрывая коррупционные схемы в Министерстве социальной политики. Сколько в семью не заработаешь, всегда будет не хватать. И для меня, как для министра, сколько не заработаешь в бюджет этого года... Вот так министр социальной политики ездила на социальную работу. Автомобиль за миллион гривен. Но ведь Наталья Юрьевна, как и миллионы украинцев, живет на одну зарплату. После признания в бедности Наталья Юрьевна, ну никак не может сесть в роскошный автомобиль. После публичного порицания Королевская мгновенно пересела на более дешевую машину. Наталья Юрьевна, а чего вы ховаетесь от нас? Сколько у вас автопарк? Працівникам социальной сферы будет дуже цікаво, скільки кошта аранжирова, на якому вы сегодня приїхали в кабинет министрів зранку. Я не знаю, про що вы кажете. Вот только откуда у честного екс-министра подобный автопарк? Не может ответить и сама Наталья. Это державная автопарка? Нет, это не державная автопарка. Это ваша родина? Это моя родина автопарка. А вы живете на одну зарплату? Я живу на те, що заробляє моя родина. Сегодня Наталья без зазрення совісти утверждает, зарплату платили вовремя. Оставляю соціальну сферу с полностью сегодня выплаченными пенсиями, государственными пособиями. А в остальном мечтать не вредно. У мене є мрія.